Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о четвертой главе книги пророка Изекииля. Четвертая глава состоит из трех очень своеобразных фрагментов своего рода пророческие притчи или пророческие действия, которые Изекииль совершает по повелению Божьему. У него мы встречаем это во многих местах много раз, но также такие действия иногда совершают и другие пророки, да и тот же, к примеру, Иеремия, старший современник Изекииля, и многие другие. Когда пророк нечто делает, шокирующееся, бросающиеся в глаза и запоминающиеся, как некоторый видимый образ, видимая притча, которую следует его современникам увидеть, запомнить и попытаться понять. И вот начинается с такого странного действия, Бог говорит, и так ты, сын человеческий, возьми себе кирпич. Ну, взял он кирпич. В те времена они были чуть-чуть покрупнее, чем в наше время, ну и обычно там потоньше. Вот эти стандартные размеры кирпича тогда еще не были приняты. Тем не менее, речь скорее идет о более плоской, чуть большего размера, плиточке, глиняной, обожженной, твердой плиточке, на котором Бог предлагает нарисовать город Иерусалим, при том, что вообще подобного рода изображения для израильтян запрещены, вроде бы. И они особенно еще пока ничего, кроме растительных орнаментов, не практикуют. Ну, там изображать людей, животных нельзя, ни в коем случае. Ну, там про город Иерусалим еще есть некоторый вопрос. Хотя есть, конечно, и вопрос о том, насколько реально исполнялось это правило запрета на изображение в то время. Так или иначе, вот Бог говорит, возьми плиточку глиняную и нарисуй на ней город Иерусалим, и положи перед собой, насыпь вал из песка, изобрази осаду. В общем, такая игра в солдатики. Игра в солдатики. Расположи против него стенобитные машины, возьми себе железную доску и поставь как бы железную стену между тобой и городом. Да, и обратись лицом в эту железную стенку и как будто осаждай Иерусалим. Ну, во-первых, это образ того, как что-то, в данном случае железная доска, является преградой между врагом и Иерусалимом. Но, пожалуй, гораздо важнее вот что. Вот Иезекииль, средних размеров дядька, перед которым вот эта вот крошечная глиняная пластиночка, на которой там этот Иерусалим нарисован. Разница масштабов. Тоже одна из тем пророка. Разница масштабов Бога и человеческого мира, Бога и Иерусалима. И вот, кроме этого, собственно, по-видимому, смыслом притчи является еще и указание на то, что силы Бога удерживают Иерусалим от окончательной гибели, от окончательной осады, штурма, взятия. Вот такой вот знак дому Израилеву предлагает дать Бог. Дальше, в следующей части этой главы, Бог говорит Иезекиилю о странном способе говорить о времени, о продолжительности разных там этапов, фасады. Ты ляг на левый бок по числу дней, в которые ты будешь нести беззаконие, потом на правый бок, вот, и несопостоимость, потому что на левом боку время в несколько столетий символизируется, когда Израиль совершал беззаконие, значит, в это время Иерим Иезекиил лежит на левом боку, потом на правом боку гораздо меньше, совсем недолго, потому что время искупления, время, когда он будет страдать за свои грехи и освобождаться от них, оно гораздо меньше. Бог говорит при этом Иезекиилю, ты обрати там правую руку твою на город и пророчествуй против него. Таким образом, пророк призван засвидетельствовать, что время искупления беззакония Израилевых будет значительно меньше времени самого беззакония. Это таким образом способ говорить о милости Божьей, но в то же время здесь идет также речь о том, что, в общем, все взвешено. Пусть существует некоторая соразмерность, не совсем такая, как была бы понятна человеческим представлением о справедливости, но все-таки есть некоторая соразмерность между временем беззакония и временем искупления. И, наконец, последняя часть четвертой главы – это пророчество о том, что впереди Израиль ждет разорение и голод. Разорение и голод. Поэтому Бог говорит Иезекиилю, «Набери себе зерна разного, пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, пшена, полбы, и всыпь их в один сосуд». Потому что если благоденствие, если зерна много, то мы держим каждый вид зерна отдельно для того, чтобы использовать для приготовления разных видов еды. Там разные хлебы, черный, белый, ячменный, еще какой-то. А когда все съели, и ты, как старуха в сказке о колобке, по сусекам соскриваешь перышком последние зернышки в один сосуд, вот они там уже все вместе. И ешь, говорит пророку Бог, этой еды по определенной мерке. Причем мерке очень скудной. И воды пей по чуть-чуть. То есть буквально там кусок хлеба и пол чашки воды по чуть-чуть. И больше того, Бог говорит ему, возьми-ка этот весь хлеб сборный, составной, из последних остатков, и пеки их на человеческом кале. Малосимпатичный образ. Дело в том, что в те времена чаще всего лепешки-то пекли в некоем подобии тандыра азиатского, когда там где-то внизу топливо, и поверху так или иначе размещаются эти куски теста, и когда их пекут, они пропитываются дымом и запахом того топлива, которое используется. Соответственно, если на человеческом кале их печь, вот они этим ароматом и пропитаются. Но правда, потом Господь, когда Эзекииль возмутился духом и сказал, что ну никогда я не оспирялся никакой мертвичиной, он ему сказал, ладно, разрешаю тебе вместо человеческого кала использовать коровий навоз. Не сказать, чтобы сильно было лучше. Ну, все-таки. На нем приготовляй хлеб свой. Ну, действительно, кизяк высушенный и сейчас иногда используют в качестве топлива. Но важно вот что. вот Бог говорит, сын человеческий, я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную и будут есть хлеб весом и в печали. И с ужасом будут смотреть друг на друга. Таким образом, хлеб жители Иерусалима будут есть не столько, сколько хотят, а сколько им дают, как рабам. И воду пить будут не столько, сколько нужно или хотят, а сколько дадут, как рабам. И хлеб этот будет гадкий с запахом нечистот. Горький хлеб рабства. Вот, собственно, о чем предупреждают эти три притчи, видимые притчи, зримые такие, которые Бог повелевает пророку исполнить. Грядут времена рабства, когда даже самый хлеб будет по весу в позоре и тогда узнает Израиль цену своих беззаконий. с Продолжение следует...